У нас перегорелась машина, мы только отъехали от Нью-Йорка, мы в Пенсильвании, ху** знает где. Стоп. А началось всё со звонка. Алло. Здорово, Сень, слушай, поздравь меня, я наконец взял кабрик. Да ладно, красавчик, поздравляю. Да-да-да, слушай, я собираюсь на нём, вернувшись в АВА через всю страну, не хочешь составить мне компанию? Через сколько выезжаем? Ну, давай через неделю. Всё, беру билеты. Это ты украл кролика Роджера? Ты пойди здесь. День первый, мы путешествуем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Изначально маршрут должен был составить 7 дней, но Гамзат требовал приключений, поэтому с самого начала всё пошло не по плану. Скоро увижу Гамзата. Вот, короче, хотел сказать, что очень кайфово сейчас путешествовать, потому что никого вообще нету, очередей нету, багаж твой почти не смотрят. В общем, круто. Так что, давайте готовим кайфово, если вы поставите свою каранаду. Друзья, первый день, заряжаю свой дрон, жду Гамзата, когда он меня заберёт в сырые порта. Да, сегодня мы должны доехать до Детройта. Такси Гамзатус к вашему распоряжению. Эй, до Сан-Франциско подбросишь? Нет. Я давно не был в Нью-Йорке, поэтому сначала Гамзат предложил мне проехаться по Манхэттену с открытой крышей, заехать за кофе и уже после отправляться в наше путешествие. Мы по России едем. Гамзат, ты куда меня завёз? Я. Смотри, подожди. В России американские копы. Что с дела? Бля, вот опущенная крыша под солнцем. Ты как будто в другом измерении. Как будто в другом Нью-Йорке находишься сразу, да? Да. Комплитный другой. Что-то с дорогой-то у вас здесь не очень. Вот, обратите внимание, дорога в Америке. А у нас здесь тоже видишь, что меняют асфальт, как в Москве всё прям. Типичное лето в Москве. Бульдозеры стоят. И это Манхэттен, друзья. Манхэттен. Вот он, самая дорогая улица в мире. Гамзата самые железные, самые тяжёлые яйца во всём Нью-Йорке. Он едет, разговаривает по телефону, по скайпу с мамой. А здесь везде копы просто на каждом шагу. Просто проезжают копы. А вот даже копы стоят, кстати. Я не шучу. То есть вон они стоят. За углом следят. Самый полицейский город, да? И Гамзат едет с телефоном. Вот так вот. Вот такие вот дагестанцы. Да, да, да. Ей реально вот так вот разговаривает. Я был дублёром самого богатого теннисиста. Самого богатого? Один из самых богатых спортсменов мира. Да, Фредерик Роджо Федерр. Он такой вот. Друзья, скажите, вам нравятся вот такие лестницы? Смотри, там ты работаешь, да? Да. Вам нравятся вот такие вот остановки? Спасибо, Гамзат. Спасибо. Ну что, да. Итак, друзья, день первый. Гамзат меня забрал в аэропорту на своём кабриолете. Это, как вы уже догадались, видео будет не том, купил ли Гамзат кабриолет. А это будет инструкция по путешествию по штатам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. За посмотрим, сколько дней. И на одном баке бензина они от этого приехали. И за сколько денег. Да, и за сколько денег это получится, сколько нам понадобится дней. И сейчас тебе надо повернуть направо. Я думаю, это за нами. Гамзат, ты готовишься к чему? Открывать крышу? Мы модели. Главное это ощущение и вообще, как это в реальной жизни выглядит. Кабриолет. Мы реальные люди. Мы вот взяли реальную поддержанную тачку и реально собираемся за очень скромные деньги совершить этот трик. Автопробег. Да. Нам помогают низкие цены на бензин. Это меньше доллара за литр. Чтобы не быть голословными. Это цена за галлон, это 3,6 литров. Поэтому цена даже меньше доллара, да, ну, 70 центов. Путеводитель Фромера советует вам носить вот такую вот книжечку на поясе, чтобы у вас не украли документы, правильно, во время путешествия? Да. Ну ладно, это первый день. Завтра второй день. День номер один. Да, день номер один, посмотрим, сколько дней. Ну, у тебя вообще как бы... У меня это, по сути, уже второй день, потому что я не спал ночью в аэропорту. Ну, веселая будет. У меня там две подушки есть. Не, я не умею спать в машине. Научишься. Нет. За неделю научишься. Всем пока. Как тебе кабариолет? Блестящий. Да. Вот он, американец. Знаешь, что? Я видел, когда мы были на Севесте, на парковке, была какая-то лужа под нами. А ты выключу машину? А ты давно это видел, значок? Нет, только что. Вот, я думал, типа, ну, вряд ли это из-за снаса вытекло. Нет, снас-то не должно ничего. Да, 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 камзат. Чего? А до Чихаго довезет? У нас начались приключения. У нас перегрелась машина. Мы только отъехали от Нью-Йорка. Мы в Пенсильвании. Хуй знает где. Здесь все сервисы закрываются в 2 часа. Сейчас 1 час 30. Вот. И у нас челлендж сейчас попасть в хоть какой-нибудь сервис. Потому что завтра-то мне лететь. Нам завтра надо быть в Чикаго. У меня билет из Чикаго в Лос-Анджелес. Вот. Надеюсь, мы сегодня пофиксим все, кстати. Так, гамзат, он просто любитель приключений. Нет, приключений это любитель меня. Мы пришли на свалку куда-то. Я предлагаю сейчас купить воды в Данкин-Донатс. Да? И залить в машину. Сколько до другой? Минут, наверное, 20 осталось. Мы где-то в Пенсильвании застряли. Все нам отказывают. Гамзат, я нашел, кстати, сервис, который говорит, до 5 часов они работают. Он говорит, спросил, какая машина. И говорит, привозите. Типа, почекаем. А, 20 минут. Че, делаем ставки, доедем? Да, везет. Я сам просто приобраться. Без этого было бы приключение, было бы не приключение. Ну, конечно. Слушай, у тебя машина употребляет Данкин-Донатс, да? Как и я иногда. Что, понял, что мы, по сути, единственные русские, наверное, в округе. Остальные все американцы. Мы где-то в Пенсильвании. Все какие-то очень американцы рядом. Мы приехали в какой-то офигительный сервис. В офигительном каком-то поселке. А он хочет, наверное, прокатиться, посмотреть, что с ней. Да? Проверили систему, машину. Прогнали вентилятор, проверили на утечки. И ирония судьбы, что машина работает. И мы, по идее, долив воды, устранили не все неповадки. И они говорят, мы бы хотели что-то починить, но чинить нечего. Вот, так что, надеюсь, у нас машина не сломается через какое-то количество километров. Тупые американцы, смотри, гамзат. Позже, уже на монтаже, я понял, что машина у нас сломалась примерно в том же месте, что и у Данил Багрова из «Брата-2». Мы приехали во второй ремонт. Просто вообще, надеюсь, заключительный, да. Здесь просто шикарное место, если честно. Это выглядит очень круто. Синематографично, как вы скажете. Просто болото, лягушки. Гушитель валяется. Вот это вот Америка. Вот она. Ну, это, кстати, мы не делали. Прокачку? Или что? Прокачку не делали. Нет, конечно. Так, ну, они смотрели, что вроде все работает? Да. Ликит. Что вентилятор работает? Ты видишь, там красный рыб. А, в общем, в сервисе нам сказали, что нужна замена термостата, и мы решили продолжить наше путешествие, потому что сегодня нам нужно было быть в Тетройте, а в сервисе могли бы поменять только завтра, потому что сегодня они уже закрывались. Мы решили запастись побольше антифризом и продолжить наше путешествие. Да, как-то мы переместились из Нью-Йорка куда? В Подмосковье, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали в Детройт, Гамзат немножко боится. Мы специально надели капюшоны, чтобы выглядеть как местные. Видишь, ты видишь? Да подожди, смотри. Да, Гамзат, Гамзату кажется, что везде тракуются. Вот он, отель Детройта. Вот машины Детройта. Вообще, место так себе, конечно. Гамзат, ты будешь курить, да? Показать, что ты крутой, да? Из Калифорнии. Стандартный такой американский отель. Кондиционер. Две кровати. Столик. Я уже заряжаю свой дрон. Гамзат моется. Отель стоит 100 долларов. И нам вставать через 6 часов. Завтра едем в Чикаго. Доброе утро, Детройт. Ну, вроде все в порядке. У Гамзата тачка на месте. Он сидит довольный в ней. Пока что нас не ограбили, не убили. Гамзат, открой машину. Ну, что, слушай, у тебя ничего не украли? Нормально все. Я долил антифриза. Да? Там мало было? Ну, там, я долил буквально, ну, пол-литра. Ты выспался? Отлично, я голодный очень. Я тоже. Где покушаем? Как обычно, где? У Эминема? Это даунтаун Детройт, а мы сейчас поедем в жесткую улицу по 8-ю милю. И мы все еще движемся в сторону 8-ой улицы. На самом деле, мы к 7-ой едем, потому что написали, что здесь 7-ая самая опасная улица. Пять, серьезно? Я думал, там Эминем живет, а ты... Ну, говорят, что жил. Но прикол в том, что там написано, ну, еще там на английском сайте, на американском, написано, молитесь, чтобы у вас не сломалась машина на 7-ой улице. Я же еще, камзат, но не все так плохо. Итак, мы едем по Детройду. Вот здесь вот дома. Друзья, Детройт уже не тот. Было время, конечно, у Детройда, но оно прошло. На самом деле, говорят, Детройт развивается, Детройт строится, появляются новые дома, новые люди сюда заселяются. Когда-то можно было купить здесь дом буквально там за 1000 долларов вместе с землей. Сейчас уже... Ну, хотя, наверное, вот этот можно, но я думаю, земля здесь дорого стоит. Вот, друзья, вот, пожалуйста, дом. 1000 долларов. Пойдите в Детройте. Фоток. Вот одна фотка. 1000 долларов. Вот в таком районе. Вот, все у вас будет, смотрите. Авто, мастерская, да? Заправка. Там, по-моему, даже какой-то этот супермаркет есть. Мы с камзатом едем в Питер, под Ленинград. В Чикаго мы пробыли недолго. Я показал Гамзату место из Брата-2, где сидел Данила Погров и ждал своего брата. И отвез меня в аэропорт, потому что у меня была съемка на следующий день в Лос-Анджелесе. А Гамзат за это время должен был починить машину. И я возвращался на следующий день. Мы продолжали наше путешествие. Я все сделал, поработал. Это была самая дорогая работа в моей жизни. В плане... Мне пришлось купить билет в Лос-Анджелес. И вернуться в Уэй. В общем, сейчас лечу в... Куда? В Чикаго, где меня ждет Гамзат. Надеюсь, ты починил машину, Гамзат. Фух. Гамзат, поехали? Ну что, аккумулет растел? Короче, Гамзат сломал машину. Опять. Гамзат, зачем ты это делаешь? Тебе мало приключений? Это король дампстеров. Гангстер, Гамзат. Вот он. Смотри на этот пакет. Это жизнь. Он движется. Он идет. Он не останавливается перед преградами. Он идет к своей цели. Он лзет. Он хочет жить. Он хочет развиваться. Это прекрасно. Это жизнь. Любите жизнь. Мы в Чикаго. У друга Гамзата переночевали. Я что-то вообще не выспался. Я сегодня спал на полу у друга Гамзата. И там было 10 градусов примерно дома. Ну, градусов 15, да? Наверное, 10. Я проснулся. И последний час я просто пытался максимально согреться. Или как-то двигаться, чтобы спать и согреваться. Сейчас дальше едем в Денвер. Вот. Здесь вообще так все красиво сделано. На самом деле все очень уютненько. Дома. Если честно, даже немножко кажется, как будто в Европе. Вот такие вот одинаковые дома стоят. Одинаковые машины. Одинаковые люди. Все аккуратно. Видите, везде мусорочки такие. Вот. Все очень чисто. Как будто вот прям сделали конвейер для людей, где они живут. И работают потом. Все. Что, следующая остановка какая? Денвер. 14 часов до Денвера. Да, я вот... Там написано, что 15 часов до Денвера. Типа 52 минуты, это ты округлил до 14 часов, да? Да. Ну, это 14 часов. 14 часов. Да, плюс нам еще чуть-чуть. Вот видишь? Давление в шут. Это психология работает, знаете, когда пишут там 1499. Это такое, 14 баксов. Вот я примерно так же рассчитываю. Спасибо большое. Удачи. Человек не трогал никакие инструменты 10 лет. Посмотрим, как он справится. Слушай, ну пока все неплохо идет, да? Американцы толстые. Это факт. Мы стоим на парковке где-то в Айове. Здесь уже никто не носит маски. И можно спокойно гулять по торговому центру. И поэтому здесь очень много толстых американцев гуляет по торговому центру. Я не знаю, почему они толстые, но они все толстые ездят на траках. Вот такая вот правда жизни. На протяжении всего нашего пути 50% машин это были дальнобойщики. И реально, в Америке очень много дальнобойщиков. Кроме полей в Айове и Небраске ничего нет. Поэтому казалось, порой казалось, что за окном не Америка, а Воронежская область. Самое интересное было впереди, поэтому мы старались проехать эти два штата как можно скорее. Нам нужно было сделать 1600 километров за этот день. Порой было очень скучно, и мы развлекались как могли. А ты можешь открыть рот, где фура заедет в рот? Знаешь, когда мне говорят? Только что почти заеду. Ну нет. Так, сейчас. Разминочка. Фу, разминочка. Осталось два часа до Денвера. Есть что? Сын, я хочу тебя поаккуратить. Да, а он у тебя свой говорит, типа, что он делает там? Расстроилась она? Два часа ночи. Неизвестно, где он. Ну в смысле, я же снимаю просто камеру. Вот так вот. Гамзат уже запутался, он забыл, где пассажир сидит. Так, мы находимся в машине. Мы едем в Денвер, в то самое место, где находится штаб-квартира иллюминатов. Аэропорт Денвера, если вы не знаете. Завтра мы будем вести прямой репортаж из этой квартиры. Прямой просто репортаж. Из штаб-квартиры Денвера. Гамзат, посмотри, пожалуйста, в камеру, на секундочку. На самом деле, я везу главного иллюмината в его штаб-квартиру. Точнее, это он меня везет. То есть чуваки торгуют метом, в заправке. Так сказал Гамзат. Когда он купил первый батч. А че? Видите, футболку порвали? Че, мне порвало-то? Спасибо. Смотри на этого клоуна, твой любимый. О, смотри-то, как я стильно выгляжу, да? Особенно сумочку, это очень стильно. Чёрный, чёрный, барсеточка, вот. Подожди, как там модные люди одевают? И белые приоры, Гамзат. Сейчас я покажу, как модные люди одевают барсетки. Да, всё, ты тинейджер. Готов петь рэп и обижать людей? Меня этот Тимати Блэкстар возьмёт. В Блэкстар. В бургер. В Блэкстар в бургер. Поехали, кстати, покушать. На кассу. Гамзат, а где твоя тачка? Она же здесь была? Да. И где она? Когда ты ездишь и путешествуешь с дедушкой, Гамзат забыл ключи от машины в номере и говорит, что я ничего не забывал. У меня есть доказательства. Я снял всё. Готов? Турист. Кто за рулём? Маленький. Ну, он жутковатый, если честно. Да, ты боишься идти к нему? Да. Всё, включаем? Ну да. Друзья, мы приехали разгадывать загадку масонов. Приехали к электрическому коню. Кто его построил? Загадка иллюминати должна раскрыта. Должна быть раскрыта. Я думал, этот конь из 10 этажа. Я думал, твой член 14 сантиметров. С 30 с половиной. Здесь было раньше индейское поселение, и индейцы не хотели, чтобы строили аэропорт. И правительство договорилось, что они построят вот эти вот сверху. Я потом снаружи ещё покажу. Это крыша аэропорта. Дэнеровского. Сделаны в форме индейских шатров. Вообще, вокруг Дэнеровского аэропорта ходит много слухов и легенд. Всё началось с того, что на аэропорт потратили около 5 миллиардов долларов, а аэропорт стал одним из самых дорогих в мире. Внутри аэропорта пассажиров встречали загадочные статуи и фрески и надписи. Аэропорт должны были открыть в 1994 году, но при тестировании системы транспортировки багажа сумки постоянно терялись, и инженерам пришлось переработать весь план и сделать обширную систему туннелей под землёй. Согласно мифу, эта система намного больше, чем сам аэропорт, и на самом деле она ведёт к подземным бункерам, в которых по разным версиям выседают то ли немецкие нацисты, то ли иллюминати, то ли масоны. А чего стоит история про жуткого синего коня, который местные жители называют Блюциферы? В середине 90-х главный архитектор аэропорта заказала коня скульптору, и в 2006 году этот самый конь стал причиной его смерти, смерти скульптора, когда кусок статуи упал на ногу и перебил артерию, заканчивал коня его подмастерье. Работники аэропорта так привыкли к сторонникам теорий и заговоров, что они перестали отрицать домыслы людей, и наоборот, всё поддерживают, добавляют разные картинки с инопланетянами на стены, и говорят, мол, истина где-то рядом. Либо они поняли, что их раскрыли и решили простебаться над этим, либо они просто стебутся над народом. Гамзат, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, они стебутся над народом, но это правда. Кстати, да, забыл вам рассказать, что в Денвере легализованные грибы, то есть Денвер был первый штат, который легализовал траву в Америке, и первый штат, который легализовал галлициногенные грибы. Интересно, это имеет какое-то отношение вот к этим картинкам, к прибыли? Опа! Это какой-то знак? В общем, постоянно ощущение такое, что за тобой следят, и как будто это как в шоу Трумана, знаете, люди такие, как только ты к ним подходишь, они начинают делать вид, что они работают или что-то делают. Вот. А вот сейчас просто стоит и смотрит. Здесь такие комнатки. В аэропорту прям. Это как в фильмах про будущее, помнишь, типа видео-звонок такие, они садятся. Hello! Так а что это такое? Видеозвонок. Ну как-то странно очень. Типа, это Skype. Skype, то есть запретение Skype. Здесь набираешь номер телефона, вызов. А здесь, если что, печатаешь сообщение, смс-ку. А сегодня где мы? Colorado. Следующий будет Юта, Ивада, Калифорния, да? А вот Юта выглядит не так, как она есть. Почему это? Она не такой формы. Она не такая зеленая. Не, она продолговатая форма. Она такая. А потом мы попадаем в Калифорнию, едем за американской мечтой, в Калифорни... За калифорнийской мечтой, да? Во. Голливуд. Вот он, в Голливуд. Все? Ты уже в Калифорнии. В эстголливуде. Что, друзья, мы иллюминатия не нашли. Кстати, на какой-то момент я пошел спрашивать, где у вас тут иллюминатия, и Гамзат исчез. И мне казалось, что он просто, знаете, открыл дверку где-то в аэропорту секретную и ушел туда. Вернулся такой, отдохнул, что такое, типа, оу, что ты? Перезагрузился. О, всем привет. Выглядит, как будто это лагерь индейцев. Как будто большой лагерь индейцев. Дальше у нас по плану было заехать в тот самый отель, который когда-то остановился Стивен Кинг со своей женой, и после этого написал книгу «Сияние», по которой Стэнли Кубрик снял фильм «Сияние». Надеюсь, вы смотрели фильм и читали книгу. Дорога проходила по горам, поэтому Гамсад старался ехать спокойно, чтобы машина не перегревалась. Пришлось один раз остановиться, подождать, пока движок немного остынет, поснимать красивые кадры с дрона, насладиться природой, прибавить печки и ехать дальше. Вообще, штат Колорадо мне очень запомнился, и я бы сказал, это один из самых красивых штатов за эту поездку, хотя впереди мы еще много красот увидели. А какой штат понравился больше всего вам? После отеля Стэнли нужно было прогуляться немного по Денверу, встретиться с друзьями, которыми не виделся несколько лет и на утро ехать дальше. Блин, слушай, очень кайф, да? Эти машины не красивые, а тут у тебя съемка происходит в полица. Мне прям хочется знать, что пусть торопит. Вот давай поменяемся шляпкой. Обратите внимание, когда я улетал в Лос-Анджелес на съемку, а Гамзат ждал меня в Чикаго, я оставил несколько своих вещей в багажнике машины. Гамзату очень приглянулась кепка, и когда я вернулся, он уже не снимал ее и попросил подарить ему. Так что, если увидите Гамзата в этой кепке, знайте, кто был ее владельцем. Друзья, мы находимся в Аденли Стэнли, там, где Стивен Кинг написал свою книгу. Какую? Сияние. Мы, походу, единственные туристы, которые приехали сюда, потому что отель закрыт, никого сюда не пускают, нас чуть не выглянули, сказали. Мы сказали, что мы приехали из Нью-Йорка, чтобы посмотреть на этот отель. Они говорят, ну ладно, можете потусоваться здесь, погулять около отеля. Вабиринт. Из этого он как раз таки создал. Да? Всякий кубрик создал из этого вабиринт для фильма Сияния. Это ты, Гамзат? Может, это твой дедушка? Это ты украл кролика Роджера? Мы погуляли вокруг отеля, насладились немного живой природой и отсутствуем людей. Посидели на лавочке, полюбовались горами и поехали обратно в Денвер. Ехать до города было 65 миль, это около 100 километров, но природа такая живописная, что время в дороге прошло очень быстро и Гамзат даже не волновался о машине. Когда ты думаешь, что у тебя нет сил идти дальше, ты близок к откровению и скоро все изменится в твоей жизни. Смотри. После мы немного посидели в Центральном парке Денвера, я поснимал город на закате с воздуха. Вообще, Денвер очень зеленый, уютный и чистый город, что большая редкость для больших американских городов. Кстати, я рассказывал про топ-тройку моих любимых и чистых городов в видео про мою поездку в Бостон. Если интересно, ссылка появится справа вверху. В Денвере есть свой микро-парк, называется Сити Парк. Он похож очень сильно на... Как ваш парк в Нью-Йорке называется? Централ парк. Он похож на Централ парк, только как будто маленькая микрокопия этого парка. Вот, здесь тоже людишки гуляют. Все очень мило, уютно. Намного уютнее, чем в Нью-Йорке. Как, тебе нравится здесь? Да, здесь очень нравится. А, Влад, а почему мы уходим? Можно и остаться? Я, в принципе, могу и остаться. Нет, мы уходим. Я бы хотел задержаться в Денвере побольше, но нам столько всего еще предстояло увидеть впереди, поэтому идем в центр города, гуляем и с утра выезжаем дальше. Камзат, Камзат, давай выше! Ты сможешь, ты сможешь! Ему нужно туда, давай, давай! Что не сделает человек? Что не сделает человек, что не видел, да? Прыгу бы сверху! Е-е-е! Ну что, что ты чувствуешь? Я чувствую забитость рук. У нас, чтобы зайти на вокзал, нужно пройти какие-то турникеты, да? Чуть что, а здесь просто вот так заходишь на вокзал с улицы, вот, можете зайти. На перрон можно. Просто на перрон можно с улицы прийти. И билет покупаешь просто, наверное, в самом поезде. Да, здание красивое, и вообще вот эта площадь, и все, напоминает Европу чуть-чуть. По Калифорнии ездят банды байкеров на мотоциклах, в Денвирже мы встретили банду на самокатах. Кстати, по иронии судьбы, мы припарковались на улице Калифорнии. А он дальше припарковались? Не-не-не, мы припарковались здесь, в Калифорнии. мы припарковались здесь! Вон наша тачка, в Калифорнии. У них нет воды, но есть кофе. Да, наш фильм «Мальчишник в Вегасе» уже такие и клевые, и уставшие такие. Мечтаем о тишине и покое, стабильности, комфорте. Когда вы строите планы и пытаетесь, чтобы у вас все было по плану, когда все было вовремя. Сеня начинает бухать. Речь идет о случайной встрече с моей одноклассницей, которую я не видел несколько лет, и ее мужем прошлой ночью. Ребята тоже путешествовали по Америке на машине и по иронии судьбы оказались в Деннери в один и тот же день, что и мы. Да, и все идет немножко не по плану. Но жизнь, она вообще не идет по плану. Жизнь, она интересная штука. Она должна идти непредсказуемо. Понятное дело, что некоторые моменты должны быть предсказуемы. Сейчас он меня высадит. Но, но, но жизнь, она интереснее, когда, когда она непредсказуема. Согласен Гамзар? Когда мешаешь водку с пивом, да? Да, на самом деле, когда ты потом в 50, 60, 70 лет будешь сидеть дома в такой, знаете, старый и будешь думать, что, что вообще, как моя жизнь, как я ее прожил. И будет что вспомнить мне. Не знаю, как вам. Мы едем в парк Песков. Это самые большие пески на природе, на планете после Песков Африки. И надеюсь, они открыты, потому что все парки закрыты. Почти многие парки закрыты. Сюда никто не едет, но, как говорится, людям, которые рискуют, им все достается. Мы потратили 4 часа в одну сторону, пару раз останавливались, чтобы подождать, пока двигатель остынет. если честно, порой, мне кажется, он специально ломает машину, чтобы поспать. Да, чтобы устроить себе тихий час. И все же пески оказались закрыты. Поэтому мы решили посмотреть на них хотя бы с дрона, плюс заодно я проверил, насколько далеко может дрон улететь и вернуться. поснимал горы, поснимал пески, поснимал немного гамзата. Вот по этой дороге бежал в Форест Гамб. Кстати, она, по-моему, тоже в поворотах. И то, что я тебе показывал, это действительно эти смерчи. Смерчи? А здесь действительно змеи. Давай на память возьмем вот этот конус. Но его некуда просто вложить. А так бы взял, да? Так бы взял, еще. Конечно. Вот так вот. Потом впускайте его дом к себе. можно что-то взять? Скажем, скалет от бензоколонки. Да, Каварадо очень зеленый живописный штат. Здесь есть горы, здесь есть поля, озера, пустыня и много чего еще. Я давно мечтал попасть сюда зимой покататься на сноуборде, но пока попал только летом. Чуть раньше я рассказывал, что 50% машин были фуры, но забыл упомянуть, что на нашем пути мы встречали очень много домашнего скота. Прям очень много. Музей машин Дальше в какой-то деревне мы натолкнулись на выставку машин военных лет. Как машины менялись. Можешь сфоткать? Конечно, Гамзат. Вы все слышали? Он меня просит фоткать, а не я его. Постоянно. Я Гамзат. Я вам поближе. Поближе, да? Поближе. Сейчас сделаю тебе поближе. Гамзат сфоткался почти с каждой. Ну ничего себе. Ну все, тебе грин карта обеспечена. Вот в войне, ой, в армии послужил, да? Сейчас подачу. Дальше у нас по плану был большой черный каньон. Мало кто знает, что в Колорадо тоже есть свой большой каньон. Он просто не такой популярный. Но, к сожалению, на подъезде к нему в блоге забытом городке меня остановил Коп. За то, что я превысил на 10 миль в час скорость в городе. Надеюсь, мне не выпишут штраф. Штраф мне он все-таки выписал на 135 долларов и спросил, как ваш день вообще, ребят? На что я ответил, был хороший до встречи с ним. Он улыбнулся и сказал, что все еще может быть хорошим. Пожелал удачи и сказал, чтобы мы были аккуратно в темноте. Много животных убегает на дорогу. Пока мы тусовались с Копом, уже потемнело и каньон мы проезжали в темноте. Здравствуйте. Вас подвезти? Ты что здесь трешься? Вот и все. Олень. Молодой человек, вам подсказать что-то? Вы так и будете бегать? Ух, смотри, как... Спать пойдете? Кофей, кофей, кофей. Давай, давай кофейку. Чтобы запомнить этот день, да? Уж точно. его на 5 минут оставить и он уже подливает антифриз. 5 минут. До дома нам оставалось 750 миль и это около 1200 километров. После 6 дней в пути и всего того, что мы проехали, 1200 километров казалось всего ничего. Это всего 8 часов до Лас-Вегаса, ну и после Лас-Вегаса можно сказать за углом, как в магазин за продуктами съездить. Поэтому мы приняли решение не останавливаться больше в отелях сегодня ночью, а ехать до Победного. Но до этого нужно было заехать в пару красивых мест. Так как в основном мы завтракали в Макдональдсе и на ходу, нам непредвиденно пришлось остановиться в пустыне. Короче, ребят, если нет туалета, то лучший туалет это пустыня. Вот тут-то мне пригодились те самые салфетки из Нью-Йорка. Кто бы мог подумать, что шутка Гамзата обернется реальностью. Я взял тебе салфетку. Спасибо, Гамзат. Гамзат, я тебе подарок нашел. Он живой. Пытается воздухом. Насходка, наверное, насколько. В Юте было сильно жарче, это была пустыня, и появилось больше горок. Машина начинала греться, поэтому я старался максимально разгоняться с горки и въезжать в горку накатом, чтобы меньше напрягать двигатель. Здесь заканчивали Фореста Гампа, и Гамзат меня попросил остановиться. Я, конечно, не очень хотел, но пришлось. Узнаете вот эту дорогу? Все, ты доволен? Не знаю, наверное. Ты рад, что ты приехал в это место, честно только? Нет, поехали домой в Лос-Анджелес. Точно? Да, Сеня, я не хочу, чтобы ты меня вез в следующее место. Ну, как хочешь. Приключения надоедают, если входят в привычку, поэтому мы решили заехать еще в пару красивых мест, на пути к которым я потерял связь с дроном, пока он снимал этот кадр. Я связь потерял. Блядь, ничего. Давай, давай, быстрее, быстрее. Вот туда поехали. Обратно сейчас возвращаемся. Блядь, можешь, пешком пойдешь? Нет, я тебе здесь... Я не успею. Спасибо Гамзату за быструю реакцию и железные нервы, ведь ему пришлось два лишних раза въехать в горку на уже перегревавшейся машине. Спасибо, что ты среагировал, Гамзат. Что там у тебя в руке? Тебя никогда никто не прижигал кашком? Нет. А тебя? Нет. Вы все еще смотрите. Бумажка оторвалась. А у нас есть скотч? Вот такие временные номера выдают в Америке. Пластиковая бумажка, которая не выдерживает переезда через всю страну. Давай посмотрим, насколько ты способен жить самостоятельно. Все у него на жвачке держится. Все сделал. Я заставил Гамзата идти в пустыню, а здесь змеи вокруг. Вот мы пришли в одно из излюбленных мест самоубийц, второе после Голден Гейт моста в Сан-Франциско. Каньон Подкова в Аризоне. Гамзат сомневался, стоит ли идти сюда или нет. Возможно, нервы были расшатаны после спусков и подъемов на перегревающейся машине. А может, было жалко 10 долларов за вход. Кого удивлять этими фотографиями? Вообще, это место одно из моих любимых. Стоишь на краю и нет ощущения реальности. Как будто перед тобой картинка. Кажется, что можно полететь. Возможно, поэтому отсюда и прыгают. Я бы, конечно, сюда приходил вино пить вечерами. Да, я такое вот здесь съел и смотришь на красивый вид. Нужно ехать дальше. Мы едем дальше через мост Наваха. Будет еще красивее. Пойдем. Друзья Гамзата пришли. Твои братья. Гамзат такой говорит, а здесь можно вообще раздеваться догола? Или приедет полиции и накажет? Вот приехала полиция. Сариль, как? Чувствуется, да? Дух. Дух. Гамзат. Запустим дрон. Фуё. Знаете, то чувство, когда тебе кажется, что ты хорошо поешь. Спасибо за место, что я знаю. иди-то, но иди-то, ты что-то и ты. Украду, ты как, ты как, иди-то. короче это наваха бридж 27 здесь существует индейские духе куда сюда даже можно прыгнуть мост по которому мы идем построен в 1929 году скажите мне как как строят такие мосты я пытался найти информацию в интернете но видим плохо искал напишите если вы знаете по этому мосту ездили машины вплоть до 1995 года когда машин стало сильно больше и власти приняли решение построить мост точно таком же стиле но с двумя полосами выдерживающие большие нагрузки привез гамзата и совершенно бесплатно можно тут погулять по мосту снять классные фотки или просто насладиться жизнью струбой и такой страшно тут здесь не так страшно потому что здесь забор видишь да вот нас прям вниз смотришь но вид классный тут реально стоишь и прям ты не веришь что это на самом деле вот вот не картинка а это лицо довольного человека который знает что вот уже этой ночью будет в калифорнии возможно уже завтра будет кайфовать под солнцем на океане до пейзажи аризона не перестают восхищать сколько раз здесь был хочется возвращаться снова и снова постоянное ощущение что ты играешь какую-то роль в американском вестерне ну и давайте подведем итог честно говоря я повторил такой трип еще пару раз только на подольше и с посещением больших мест кстати после этого путешествия проще стал относиться к расстоянию сейчас для меня 200 миль проехать это все равно что в магазин дайте